Ну что, здравствуйте, дорогие телезрители, здравствуйте все те, кто был смотреть это мощное интервью с моим учеником Кириллом Злобиным, который закрыл трешку, даже чуть больше, благодаря обучению, благодаря полному комплексному подходу и изменению жизни наилучшую сторону. Звучит как-то так, типа шизотерически. Короче, очень сильнейшая работа была проделана с Кириллом, и сегодня мы раскроем эту тему немного глубже, немного подробнее. Но исходя из того, какой Кирилл опыт и какой путь Кирилл прошел через обучение, через ретриты, Кирилл, можешь ли ты сказать, что это было очень сложно? Да, это было непросто, это сто процентов было. Ну так, подожди, мы так никому не продадим. Не, на самом деле, моменты какой сложности мы сами себе создаем, да? То есть, по факту все просто, то есть, просто придерживаешься по бумажке, делаешь все это, и в принципе все получается, правильно? Да, я просто хотел это развернуто, в общем сказать, так, ну да. По факту это все просто, да, когда делаешь то, что вот, как бы вот тебя вот ведут, объясняя, да, вот ты вот так-так делаешь, то есть по бумажке, да, и все как бы просто, все нормально. Но ввиду больного с подсознания, то есть мы же там постоянно что-то как-то по-своему, да, вот это все там. И вот из-за этого сложности-то и возникает, когда ты начинаешь, так сказать, импровизировать. Да, 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 да. Вот этот момент касаемо больного подсознания, расскажите об этом поподробнее. Ну, то есть, когда вот эти вот разного рода убеждения, программа, да, в голове, когда ты считаешь, особенно вот этот момент, да, что ты считаешь, что ты все знаешь, ты знаешь сам, как лучше вот это все, да, и вот это все и ведет на самом деле в бездну. То есть я чем больше, так сказать, в этом разбираюсь, да, чем больше в это иду, я тем больше понимаю, что я вообще ничего не знаю, вообще ничего не понимаю, то есть в жизни. Потому что, ну... То есть сложность в чем заключалась, Кирилл, для вас? Сложность заключалась в том, что вот эти вот убеждения программы, которые сидели в голове, да, то есть они заставляли меня, ну, вот эти вот мысли разного рода давали, да, в голове, то есть всякие голоса и уводили меня не туда, куда нужно было. То есть тут-то все просто, да, действительно, вот и по бумажке, да, как ты говоришь, все делаешь. Но вот ввиду вот этих программ и убеждений, то есть мы вот включаем вот эту импровизацию, что вот здесь я вот что-то подкручу, там что-то сделаю. Интуиция, да? Да, и в итоге получается опять все, ну, как говорится, через опу. Супер. Ну, а скажите, пожалуйста, как ощущение, ну, вот вы закрыли же 3,5 тысячи долларов. В январе, по-моему, да? Это или за декабрь? В январе, да. Ну... Как ощущение? Есть человеческое такое ощущение, что классно? Да, вообще супер. То есть именно ощущение вот этих вот, да, вот, именно заработка, именно со своего любимого дела, с нового дела, которое ты вот посвятил, да, вот я вот, то есть начал абсолютно новое дело, которое я раньше, ну, не занимался никогда, да, то есть я обучился заново в 30 с лишним лет, да, и на этом уже успел заработать. То есть это, конечно, классно вообще, эти ощущения, то есть с того, что ты все-таки это сделал, этого добился, к этому пришел, то есть это смог, так сказать, это невероятно. Да, это какой-то маленький шажок в начале, да, этапе, но это уже, как бы, огромная мотивация к тому, что будет дальше, то есть идти дальше. Супер, отлично. Скажите, пожалуйста, Кирилл, какое ощущение-то? Какое ощущение? Самое, вот, ради чего вы все это достигали? Ощущение полной свободы, то есть вообще, то есть свобода от всего, то есть нету больше вот этой вот финансовой какой-то зависимости, то есть ты уже об этом все меньше и меньше думаешь, потому что, опять же, те же финансы, да, деньги, они становятся побочным эффектом той деятельности, которой ты занимаешься, в которую вкладываешь, да, свою душу и время, вот. И появляется вот это, появилось ощущение просто вот тут, это полная свобода от всего, ты просто живешь, просто кайфуешь, радуешься, наслаждаешься, да, вот в этом счастье, то есть в этом состоянии, вот, творишь, делаешь. Супер, а скажите, пожалуйста, у нас здесь некоторые люди сидят, возможно, может быть, их уже нету на канале. Есть такое понимание, что человек, который действительно должен много зарабатывать, он должен сидеть за партой в течение пяти-шести лет, потом пройти еще какие-то курсы повышения квалификации для того, чтобы зарабатывать, ну, хотя бы же эту же трешку, там, четыре, пять, шесть тысяч долларов. У вас было такое впечатление, что нужно так именно сидеть за партой, изучать, там, вот это вот? Ну, раньше-то, конечно, до знакомства с тобой у меня всякое было, и такое тоже было, и всякие, как сказать, были убеждения, но на самом деле, да, степень дохода, уровень дохода, скажем так, это просто, скажем так, определенный блок в голове просто, и все. Вот, то, что вот человеку кажется, что он там, что он не может поверить в то, что он может зарабатывать, там, десять тысяч долларов хотя бы, да, даже в месяц, это всего лишь, то есть блок, вот эти вот, так сказать, бомжатские вот эти программы, вот убеждения в голове, вот, которые, проработав которые, убирая, ты такой бац, понимаешь, блин, а что такого-то, в принципе, сделал какой-то звонок, предложил свою услугу, и вот там, двадцать минут, как говорится, правильная работа, и тебе вот уже, там, две тысячи долларов, например. Да, ну, вот момент-то заключается и в том, что у людей, которые зарабатывают и три тысячи, четыре, пять, десять тысяч долларов, может быть, вот этот дурацкий блок тоже возникнет. Не может быть, а если он воспитывался в постсоветском пространстве, в штатах СНГ, в штатах России, то, соответственно, у него сто процентов эти блоки. Блоки программы есть, и психологи, коучи, которые говорят, что у них какие-то подсознательные, как они называются, потолки, или как это называется? Потолки там. Блоки? Нет, финансовый потолок, вот. Он как раз и заключается в том, что нужно просто обратиться к действительному мощному специалисту, который специализируется на этом. Так вот, исходя из того, что мы не берем в расчет тех людей, которые вообще ничего со своей жизнью не хотят брать, ничего не хотят делать со своей жизнью абсолютно, им неинтересно про развитие, просто интересно посмотреть за чьей-то жизнью. У вас сейчас такая привычка есть? Смотреть, наблюдать за чьей-то жизнью? Вообще нет. Ну, это вообще неинтересно. Так, подождите, даже шорты не смотрите мои? Бывает, ну, довольно-таки редко бывает, да, смотрю шорты твои, там, еще там, да, пару вменяемых, так сказать, людей. Но, опять же, я это смотрю, то есть, уже не в плане того, что я сижу, там, залипая от того, что мне нечего делать, да, там, еще что-то, да. То есть, я оттуда уже, там, подчеркиваю какую-то информацию для себя важную, то есть, там, какую-то, там, да, вот. А вот так вот, то есть, я не трачу свое время больше на всякий бред, там, на какие-то телевизоры, там, Ютубы, или, там, на какие-то нелепые, да, беспочвенные, так сказать, разговоры с людьми и ни о чем-то. То есть, все, все, сводится к тому, что ты начинаешь дорожить своим временем, вниманием, куда ты его направляешь, то есть, и что с этим делаешь. Потому что, если ты, если я трачу свое время на что-то, что не приносит мне выгоды или пользы, то, значит, я уже чем-то не тем занимаюсь. Да вы, получается, Кирилл, как она называется, тот человек, который ради выгоды что-то делает, буржуй, или как он так, да? Да, там, как угодно можно ее называть. Главное, что это работает. Да, да, действительно, классно. То есть, какие самые частые проблемы, которые вам нужно было прям выкорчевывать из себя для того, чтобы достичь по-настоящему хорошего успеха, который вам приносит не только пользу окружающим людям, но и удовольствие от жизни, удовольствие от работы? Вот очень долго я избавлялся от проблемы, что вот я какой-то вот не такой ощущение, что я какой-то недостойный, какой-то вот не смогу, что вот затюканный какой-то вот это вот с детства, вот это вот долго из себя я вот выбивал, это было, ну, это было долго вообще. Это самая такая, скажем так, мощная программа, которая у меня была, вот, то есть, ощущение, что вот я не смогу, не достоин, то есть, вот это все, вот эти вот убеждения, да, в голове, то есть, которые в детстве мне мощно засадили, вот, скажем, от них было сложнее избавиться, чем от остальных. Ну, все-таки получилось, я так полагаю. Ну, да, во всяком случае, получилось, то есть, пришло понимание, что это, то есть, что вообще нет ничего, нет ничего такого, в принципе, что нерешаемое, все в нашей голове, да, находится, и все это можно решить, вот, все это можно порешать, все можно изменить, если обратиться, как бы, к правильным, нужным людям на помощь. Да, действительно так, то есть, страх и, так скажем, установки, блоки, это все иллюзия. Единственный рабочий инструмент на сегодняшний момент, это только гипнотерапия, да, есть, конечно, выше это растение учителя, но если делать это совместно, то это результат просто восхитительный, великолепный. То есть, было ли у вас такое, например, Кирилл, что вы мечтали о чем-то и думали, что это вам само придет? Конечно, то есть, сто процентов такое, это не то, что я жил в этих иллюзиях, это, слава Всевышнему, что я вообще с этого вылез, то есть, это, ты живешь и думаешь, что где-нибудь, когда-нибудь, что-то как-то там мир сложится, или что-то повернется в твою сторону, и что-то где-то как-то свалится, и все будет четко. На самом деле, такого никогда не произойдет, вот, это иллюзия, то есть, если не делать действия, вот, если ты делаешь действия в отношении себя, да, то есть, идешь, как говорится, к себе, да, к самому себе, вот тогда, как бы, мир, как говорится, делает навстречу тебе шаги. А вот это вот, расскажите, пожалуйста, интересный опыт был, когда ехали на ретрит, и после ретрита сразу деньги посыпались, пришли деньги. Так, это после последнего ретрита, правильно? Да, 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 который приезжали с Дажаном, мы проводили в Казахстане. Да, ну, то есть, я приехал с ретрита домой в Москву, то есть, у меня в кармане там 2 или 3 тысячи рублей было, вот, но мне это вообще уже не парило никак, то есть, абсолютно, мне было пофигно, если честно, вот, я понимал, что все такое дело, я все заработаю, вот, и я резко начал совершать шаги по изменению своей жизни, я переехал с Москвы, вот. С двумя тысячами рублей? Ну, да, я, то есть, нашел денег сначала, я обратился там к товарищу, он мне помог, это был мой первоначальный шаг, вот, и дальше я уже начал совершать действия, начал работать с людьми, помогать им, и по чуть-чуть, по чуть-чуть я, как говорится, выкарабкался с этого, и все пошло как надо, вот. Удивительным образом, то есть, в общем, поставили все на кон, все свои деньги вложили на ретрит и окупилось с лихвой. Да, причем, да, и причем очень важный фактор такой, да, что вот именно до ретрита, то есть, я очень сильно переживал по этому поводу, очень сильно, то есть, во мне это прям такая мощная была программа, что я не мог физически находиться без денег, то есть, у меня не было денег, то есть, я сразу себя, я такой дикий дискомфорт, неуют ощущал, мне что-то надо было сделать срочно, чтобы они появились, то есть, вот эта тема, да. Но после ретрита я перестал о них думать, вот, я перестал о них думать, и все, то есть, и вот это вот, так сказать, это неведомая, я не знаю, как это объяснить, сила меня отпустила просто, я просто перестал о них думать, и они начали, то есть, уже становиться побочным эффектом моей деятельности. Ну да, получается, вы выбрали себя нагло, беспощадно, эгоцентрично, или как это называется, нацирс, ну, в общем, это слово, которое… Экзорцизм, да. Да, 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 не экзорцизм, а вот то самое. Хорошо, поздравляю, очень здорово, то есть, когда ты начинаешь выбирать себя и выбирать, так скажем, действия выгодные в твою сторону, соответственно, мир, как мечтали мы раньше, когда были эзотериками, эзотериками мечтали и гнули чакры и так далее, чтобы он стал перед нами, как говорится, раком, здесь совершенно другой подход, то есть, когда ты понимаешь и придаешь ценность своей жизни, по-другому не получится, потому что творец тебя создал, такой какой ты и есть, соответственно, да, конечно, есть какие-то трудности в качестве воспитания, там тебя гнобили, чморили, говорили, что ты никто, но все в твоих руках, чтобы ты это изменил. И, скорее всего, ты пробовал уже различные практики, медитации, аффирмации и так далее, и это все не сработало. Ну, был какой-то результат, короткий, очень короткий результат, но не сработало. Единственный метод – это работа именно с подсознанием, то есть, убрать вот этот старый хлам, мусор, для того, чтобы начать действовать по-новому абсолютно. То есть, что ты можешь загрузить в себя, если ты наполнен какой-то чепухой, старым хламьем? Ничего. Правильно? Да, сто процентов. Поэтому я очень рад, Кирилл, что вы, наконец-то, до этого доперли, то, что до этого дошли. Ну, сложно было, тяжело, по-честному признать то, что тебе нужна помощь. Тяжело признать, что тебе нужна помощь. Да. Ну, в этом и заключается, наверное, жизнь, сопротивляться этому. То есть, именно вот… И идти в это. Это вот признать, это самое такое, наверное, действительно неприятное, то, что я испытывал, это обратиться за помощью. Да. Потому что вот эта мнимая вот эта вот, я не знаю, что это за программа такая, которая заставляет тебя думать, что ты там все можешь сам, там вот это все, да? Это вообще, это такой бред, такая иллюзия на самом деле. Да. То есть, если по поводу того, что ты можешь сам, то есть, достаточно вот действительно трезво взглянуть на себя и оглянуться назад на свою жизнь, то есть, что ты сам до этого сделал. То есть, до этого ты ничего сам не сделал, то есть, чего ради, это сейчас сам тяжело. Тяжело, ну, когда ты обращаешься за помощью, уже 50% дела уже сделано, образно говоря. Ну да, ты хотя бы уже признаешь, что тебе, что ты больной человек. Да. Ну, это хорошо, замечательно. Но сейчас, я так полагаю, вы живете где-то там недалеко от Сочи, в доме каком-то красивом, да? Да, классный дом, люкс-класса, тут там с ремонтом, туда-сюда, там, как надо, все. Вот, тут в пяти минутах от моря, черного, вот, да классно вообще, супер. Классно. Есть ли у вас какие-то рекомендации, пожелания тем людям, которые думают ехать на ретрит, либо хотя бы записаться на гипнотерапию? А, кстати, вы же еще гипнотерапии же обучились, правильно? Как вам обучение само? Да, супер. Вот, это, видимо, то, что я искал всю свою жизнь, потому что, ну, именно, именно благодаря инструменту этому, да, я сейчас сам как бы раскрываюсь, вот, и, то есть, наслаждаюсь жизнью, то есть, зарабатываю деньги и помогаю людям, вот. Вот, классный, суперинструмент. А как вообще чувства, когда ты отобираешь, например, последние деньги у человека, как я у вас вот отобрал, там, перед тем, как вы на ретрит приехали? Да, вообще никаких чувств, вот, абсолютно. То есть, я же понимаю... То есть, вам не стыдно совсем? Нет, не стыдно, просто я же понимаю, что какие бы, там, последние, не последние деньги человека даст, там, жизнь-то его изменится в лучшую сторону. Абсолютно. Это он этого еще, как бы, до конца может не осознавать, но я-то уже через это прошел, как говорится. Да, действительно так. И тем более, тем более, когда человек отдает последние деньги, да, ради изменения себя в лучшую сторону, здесь уже сомнений нет, то результат его намного выше, намного выше, чем человек, который небрежно относится к своим деньгам, который думает, что заплатил, ну, в общем, что-то там попытался, сделал, но не получилось. Окей, идет дальше. Это называется люди, которые постоянно в поисках, ищущий, постоянно ищущий категорию людей. Классные чуваки, на самом деле. Вот, соответственно, ну, уровень жизни абсолютно другой, я так понял, да, то есть, чтобы это не мои слова. Да, уровень жизни вообще кардинально другой становится. Вот, когда, ну, так сказать, подсознание уже более-менее становится прочищенным, весь мусор-бред, как говорится, оттуда удален, вот, ну, и на физике тоже весь мусор-бред удаляется. Да, то есть, смотрите, если вы с дарической точки зрения, я сейчас попытаюсь объяснить для человеков, которые смотрят наше интервью-видео, когда, мы в частности работаем с эзотериками, правильно, Кирилл? Те люди, которые пытаются изменить свою жизнь, найти свое призвание, свое предназначение, и в частности, скорее всего, это помощь другим людям, да. Но если у вас нет понимания, что весь мир состоит из денег, то, к сожалению, нам не по пути. Если это для тех людей, которые захотят, например, записаться на гипнотерапию, на ретрит, что очень героический шаг, на самом деле, то, соответственно, весь мир состоит из денег. То есть, да, я согласен с вами, что это не смысл жизни. Смысл жизни – это познать Творца, да, познать Бога внутри себя. Но как ты можешь познать, например, Творца или Бога где-нибудь в кустах, объявшись грибов просто так, без проводника, без всего? То есть, ну, попробуйте, попробуйте. Я уже пробовал, кстати. Я пробовал, вышел в окно. Читайте по губам. Поэтому, когда ты начинаешь платить, мир тебе платит в десятки раз больше. Поэтому не скупитесь, займитесь своей жизнью. Ну, вот обратитесь за гипнотерапией к Кириллу, да, приезжайте к нам на ретрит. Кстати, по поводу ретрита Кириллу, у нас в феврале, в конце февраля будет ретрит где-то там в Сочи, да? Как приглашенного мастера меня, да, пригласили? Да. Покажем мастер-класс, соответственно, Кирилл уже сможет проводить ретриты на более высоком уровне. И он убедился в этом, когда приезжал в Казахстан, да? Увидел, как Даджан нас научил мощно, классно. А встречали вы где-нибудь такой уровень? Вы же видели, все равно смотрели, наблюдаете за людьми. Нет, я такого уровня не встречал. Я ранее тоже обращался и, ну, я прорабатывался у разного рода гипнотерапевтов. Вот, я там не буду сейчас называть, да, там, ну, разные гипнотерапевты по разным там каким-то методам, да. Да, но то, что вы показали, да, с Даджаном на ретрите, это вообще, это очень мощно. Я даже, ну, я не могу описать, на самом деле, словами. У меня есть понимание, насколько это мощно, да. Словами тяжело это объяснить, вот. Но это сто процентов кардинальные изменения в жизни человека. Кардинальные изменения. Ну, то есть, можете с чем-то сравнить, например, обычную классическую гипнотерапию? Нельзя сказать, что она не работает. На начальном этапе она очень даже хорошо работает. Но вот по сравнению с тем, что было у нас на ретрите, какое-то есть сравнение? Ну, допустим, если сравнивать, то вот есть гипнотерапия, да. И ваш метод, ну, это примерно где-то X-X20 по отношению к гипнотерапии. Когда я приехал, на самом деле, я очень долго искал этот инструмент. Хвала, как говорится, творцу нашему, что он свел нас с Даджаном. Это просто великолепный человек, шаман, мастер в своем деле, экзорцист. И обучил мне такой технике. Это действительно очень мощно. Очень классно. Супер. То есть, и после этого ретриты стали намного качественнее. Это во-первых. А во-вторых, я увидел настоящие изменения, просто колоссальные квантовые изменения. То есть, ну, человек, ну, представляете, человек приезжает. Он не знает, что делать. У него потерян смысл жизни. У него рак, там, допустим. Есть такой случай у нас конкретный. Все, смысла жизни нет. Он даже со своей супругой, например, спать не может в одной кровати, да? Прикиньте, это же, ну, пиздец. Для мужчины. Да и для женщины тоже. То есть, они вроде бы сошлись. То есть, когда там поженились, дети общие и так далее. А тут раз, и нет смысла жизни. Ну, это пиздец. И за короткий промежуток времени, за ретрит, возьмем, наверное, комплексную программу, да? Не скажем, что ты можешь это изменить в самом лучшем, в самом четком уровне, да? Там, за три, за четыре дня. То есть, наша программа именно докручена таким образом, что ты за два месяца полностью комплексно пройдешь эту программу. Ну, во-первых, подготовишься, поймешь смысл жизни, ради чего тебе хотя бы жить, да? А дальше ты уже меняешь этот вектор. То есть, ты шел всю жизнь не туда. Тая навигация, короче, как у капитана Джек Воробья. Да? Вот этот компас. У него же был компас, да? И показывал в одну сторону вроде, да? Какую-то. И он сбился, просто сломался. В общем, ты шел всю дорогу не в ту сторону. А ты здесь приезжаешь на ретрит, и у тебя, хоп, сразу компас начинает работать. То есть, реально мистика и фантастика происходят. Да, и тут, конечно же, комплексный подход в виде интеграции, проработок. Это абсолютно другой уровень. Другой уровень. То есть, можно изменить вообще любого человека, даже если приедет, допустим, тракторист. Ну, конечно, мы трактористов брать не будем, нафиг надо, да? Хорошо. Замечательно. Значит. О чем я хотел еще с вами поговорить? О том, что по поводу того, что это все работает, все классно, все супер, сомнений нет. Для кого подойдет этот ретрит с вашей точки зрения, Кирилл? Ну, этот ретрит 100% подойдет абсолютно для всех людей, которые хотят изменить свою жизнь, которые понимают, что они не хотят жить той жизнью, которой они живут, хотят что-то изменить, но не знают, как это сделать, не понимают, в какую сторону идти, кому обратиться. То есть, этот ретрит 100% для них. То есть, потеряли тоже смысл жизни, ищут смысл жизни, предназначения и так далее, да? Ну, да. А подойдет ли этот ретрит, я прошу прощения, что перебил, подойдет ли ретрит тем людям, которые хотят увеличить, например, свой финансовый заработок? Ну, вот пятерка у него стоит, блок, да? Он хочет его пробить. Да, конечно, подойдет. Конечно, 100%. Этот ретрит, он подойдет абсолютно всем людям, да, у которых есть проблемы в жизни, да? Какого бы рода они не были. И которые хотят решить эту проблему. То есть, если человек осознает, что у него есть проблема, да, то есть, она может быть любого характера, она может быть по здоровью быть, она может быть психологическая проблема, она может быть финансовая, в отношениях, да? Но если человек осознает, что есть у него проблема, и он хочет ее решить, то это ретрит 100% для этих людей, и он им поможет 100%. Точно? 100%. Хорошо. Выйти на новый уровень заработка, улучшить свое здоровье. То есть, в принципе, это комплексный подход. Правильно? То есть, улучшение по всем фронтам. Абсолютно. Да, по всем аспектам жизни. Ну, как у вас мистика произошла, там мы ушли от одной женщины, которую не любил. Ладно, это уже как бы личное. Если кто хочет посмотреть интервью с Кириллом, которое было у нас, по-моему, полгода назад, да? Ну, можете посмотреть. Поставим ссылочку. То есть, с того, чего он начинал, путь мастера, так скажем. И что вот сейчас, на сегодняшний день есть. Супер классно. Вот еще такой момент. Я бы хотел поподробнее рассказать тот факт, то, что люди думают, что это как-то не сработает. Не, мы, наверное, не будем их обсуждать. Зачем их обсуждать, если они, в принципе, жизни, смысла жизни у них нет, и не хочется просто только жить. А вот те люди, которые действительно, вот у них есть такая тонкая грань, тонкая грань, то, что вот я сейчас, все, я сейчас зайду на сайт, ознакомлюсь с программой и запишусь на консультацию. Что, как вы думаете, вот что не хватает, как бы вот своего рода ключик, чего они больше всего боятся, то есть, исходя из своего опыта, да, допустим, даже? Ну, тут, на самом деле, сомнения начинают возникать, да, что вот может быть что-то где-то как-то, может быть, еще лучше там что-то найти или еще что-то. Здесь просто, на самом деле, единственное, самое верное, это просто отключить голову, вот просто отключить, просто не думать вообще, чтобы вообще не было никаких мыслей, просто нажать на кнопочку записаться на консультацию и пройти хотя бы бесплатную консультацию, хотя бы, чтобы пришло понимание вообще, что нужно делать, что проблему можно решить на самом деле. Ну, хотя бы нам, чтобы таких людей отфильтровать, которые просто хотя бы поболтать, нам не нужно. Если вы не готовы действовать, ребят, нам основание не по пути, у нас только мощные, четкие результаты, которые уже, в которых уже убедились сотни и сотни людей и люди, которые готовы действовать. Окей, хорошо. Что можно еще обсудить на этом интервью, на этом подкасте мощном? Про деньги? Может быть, есть какие-то что-то дополнить по поводу денег? А давайте вот этот тонкий момент, мне тоже очень нравится, состояние без денег, когда у тебя денег просто вот впритык, да, там 30 тысяч рублей в месяц, сколько сейчас там зарплата МРОД, который в России, там, в СНГ, сколько, не знаете? Ну, наверное, так где-то 30-50 тысяч, наверное, примерно. Вот у тебя впритык на месяц 30-50 тысяч. И ситуация, где... У тебя денег, ты из денег даже не паришься. То есть ты захотел, что-то тебе пришло в голову, да, какая-то мысль твоя, именно истина твоего духа, и тебе Творец на это дает деньги. Вот как вот это вот состояние, можете описать? Ну, это классное состояние, божественное. То есть ты, ну, то есть приходит осознание, понимание того, да, что вот как бы ты, что ты делаешь все правильно, то есть идешь в правильном направлении, и тебе как бы вот, то есть мир как бы, да, вселенная, она как бы откликается, то есть показывает тебе, что да, ты, блин, красавчик, давай. Давай, вот тебе еще, держи, давай только, ну, не останавливайся. Вот, это круто. Да, 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 вот самый героизм, это как раз таки избавиться от чувства, для того, что недостоин. Да, сто процентов вообще. То есть хотя бы начать с этого, записаться на гипнотерапию и его убрать. Когда ты его убираешь, то есть я сам через это проходил тоже, далекие-далекой галактики, далекое-далекое время, в веках и так далее, было такое чувство недостоинства. То есть ты недостоин жизни, шикарный, красивый, улучшит свою жизнь. Это вообще самая паршивая программа на самом деле, программа рабства, то, что ты должен ходить в церковь, поклоняться, система, платить налоги. Я против этого ничего не имею, это гениальная система, действительно, если бы этой системы не было, у нас тут давно бы мы все умерли, все друг друга поубивали, поэтому кто-то должен управлять рабами, иначе ты по-другому не назовешь. Хорошо, то есть деньги, в принципе, решай все, а деньги от призвания, это еще круче. У нас был один такой кейс, у меня есть кейс такой, у меня приезжал человек, он сначала, по-моему, проходил гипнотерапию, потом приехал на ретрит. Инженер, а нет, он сразу приехал на ретрит, все вспомнил. Инженер, то есть он сначала работал на себя, был наемным сотрудником, то есть брал какие-то подряды и выполнял заказ. И постоянно у него там то задержка денег, то, в общем, обманут, то какие-то вообще проблемы постоянно случались. Он был далеки от дома, он далеки, в общем, от всего, от всей цивилизации, от своих родных, близких. И, в общем, не жизнь, а сплошной кошмар, иначе это не назовешь. Какие-то там копейки он там получал, тысячу долларов максимум. И то, если получал. Приехал на ретрит, то есть прошел гипнотерапию, проехал на ретрит, потом его поставили руководителем проекта. Потом, после докрутки этой системы, ну, конечно же, не без моей помощи, докрутки этой системы он перевел, будучи строителем, там, прораб или инженер, в общем, тот, кто руководит бригадами, да? Он перевел всю систему в онлайн, прикиньте, вышел на заработок от трех тысяч долларов, он даже скидывал фотографии, то, что едет бизнес-классом домой, блядь, и работает онлайн в строительной сфере. Представляете, как человек обнаглел? Находится, я сейчас, не знаю, мы давно уже не созванивались, не списывались, находится дома, находится дома, ему денежки капают, в принципе, он там руководит, назначил своего старшего. И так сложилось то, что у него бригады непищих людей, то есть люди, которые заинтересованы именно в продвижении себя, в улучшении своего качества жизни. То есть жизнь полностью, ты переходишь из одной реальности в другую, иначе это по-другому не назовешь. Да, да, это вообще очень мощный инструмент, вообще вот эти все ретриты, классно вообще. Да что далеко ходить, даже вот проработки, да, гипнотерапия, вот по вашему методу, это вот, ко мне тоже буквально три дня назад записался там человек на проработки, да, он до этого проходил несколько ретритов, вот, проходил проработки разными методами. Да, там, и, то есть вот у него не мог избавиться от чувства, которое ему мешало жить, да, то есть у него были проблемы на физике. И вот он записался на проработки, и после первой же проработки, вот, сделанной по вашему методу, мало того, что он избавился от этого чувства, да, которое его убивал, от которого он мог избавиться на ненериторитах нигде, так у него на физике еще все начало изменилось, то есть у него деньги появились, он машину там несколько месяцев мог продать у него, в этот же день она продалась, ушла. То есть, ну, сразу, то есть изменения такие, он там, он счастлив, то есть, ну, то есть там, это вот одна проработка была. Это, я не знаю, что, кто там думает еще. Не, нам все не нужны, мы отсеиваем людей здесь с помощью вот этого как раз-таки интервью подкаста. Окей, окей, в общем, все, метод работает, классные, суперские. То есть ему никто не мог помочь, внимание, да, никто ему помочь не мог, ни гипнотерапия. А сколько он ретритов прошел, если так? Четыре ретрита. Четыре ретрита. А случайно его, кстати, как его зовут? Марат. Он, по-моему, ко мне обращался. Да. Ну, ладно, да, обращался. Не потянул, видимо, да? Ну, вы ему помогли, в общем, все классно, все супер пошло. Да, да. Ну и хорошо. Мало того, что он к нам на ретрит приедет в конце февраля. А, он приедет на февральский ретрит. Да. Супер, классно. Он понял, что, как бы, ну, что надо приехать на ретрит. Окей, окей, супер. Ну, замечательно. Докрутим его полностью. Да. То есть, понимаете, дело-то в том, что у человека есть такая сущность, которая называется дух внутри. И вот эти все церемонии, касаемые растения учителей, да, вот этих ретритов, они раньше не назывались ретритами. Они назывались раньше, и сейчас называются, конечно, в каких-то местах, сакральная церемония с соединения с божественной, с божественной сущностью, твоим духом. Да. И это единственная сущность, которой выгодно для того, чтобы ты развивался, чтобы у тебя все было хорошо, чтобы ты был полезен людям, да, чтобы у тебя здоровье улучшалось, взаимоотношения с окружающими, с людьми. Но когда духа нет, человек становится биороботом просто. То есть, он существует и, соответственно, просто занимает место. Просто занимает место. Никакого смысла жизни, непонимания, куда двигаться, для чего, зачем. То есть, да, действительно, пока не произойдет какое-то, образно говоря, чудо в виде пинка из окна или еще что-то, да, человек не просыпается и не начинает действовать. То есть, мы такой народ, штатов СНГ, СССР, что нам нужно через пиздюля, да, потому что нас так воспитывали. Но если действительно интересно пройти ретрит качественно, четко, классно, с высоким уровнем, уровнем чего, с высоким уровнем просто, да, с высоким уровнем, как называется слово, которое, уровнем качества, да, то обязательно, пожалуйста, вот переходите по ссылке в описании, записывайтесь на консультацию, да, и, соответственно, будем смотреть, что можно с вами сделать. Окей. Хорошо, Кирилл. Ну, в принципе, мы всю тему вот эту обсудили. Очень рад за ваши успехи, за ваши продвижения. Давайте двигайтесь вперед. Благодарю, что пригласили на ретрит, кстати. И вот еще по поводу Москвы еще посмотрим, да, там проведение. Идем сначала в Сочи, да, там, в общем, скинете мне там геолокацию, куда нужно будет подъехать. И дальше будем смотреть, как пойдет. Хорошо. Все, ждем, значит, следующих результатов. Свидетельствую, засвидетельствовать, так скажем, десятку хотя бы, да. А какие, кстати, планы на будущее? Вот, кстати, очень важный вопрос. Планы на будущее, развиваться дальше в той сфере, которой я занимаюсь. Вот. Развиваться, расширяться, то есть совершенствоваться. И все. Ну, это понятно, этим все занимаются, эзотерики. У вас какие конкретные планы? То есть мы сейчас это все под запись свидетельствуем, чтобы я вам потом через год предъявил то, что вот, Кирилл, вы смотрите, мне тут это. Рассказали о ваших планах. Да, ну, сейчас, то есть я там создаю, так сказать, создал группу, да, то есть куда мы там добавили людей, вот, в общем, всяких разных. Там мы проводим, скидываем, ну, разного рода информацию туда-сюда, там, вот, люди записываются на консультацию, на проработки, то есть и дальше будем. Расширять все это дело, то есть, что-то я сбился. Ну, короче, тема, где люди могут получить психологическую помощь, правильно? Да, да, конечно. Ну, обязательно за деньги, да? Конечно. Окей, хорошая идея, хорошая идея. Я, на самом деле, тоже хотел такую идею сделать, но, видите, пока своими тут вопросами. Сперли у меня идею, да? Я сперли. Окей, хорошо. Ну, то есть человек, которому нужна психологическая помощь именно проработки, гипотерапии и так далее, он может туда зайти и получить ее, да? Да. Окей. Ну, это планы, это сейчас, это вот завтра вот можно сделать. Планы на пять лет, там, допустим, через год мы с вами встречаемся там. Планы на пять лет, но... Манифест же писали? Да, то есть я планирую, то есть помочь, на самом деле, огромному, хочу помочь к огромному количеству людей, которые мучаются там с разными рода зависимостями, вот, не могут справиться. То есть я сам от этого избавился, я знаю, насколько это мощно вообще затягивает вообще в обратную, в другую сторону, и знаю, как это классно от этого избавиться, и знаю, что я могу это помочь 100%. Какие зависимости? Алкогольные, наркотические, табакокурение, азартные, все роды зависимости, не жизни. Отлично, классно, супер. Чтобы понять смысл жизни и начать действовать, да, исходя из того, что ты когда-то хотел. Да, 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 причем интересно так складываться, то есть люди, на самом деле, приезжают на ретрит и на консультацию, да, именно с такого рода проблемами обращаются, то есть и избавляются от этого. То есть уже есть кейсы, то есть людей, которым я помог, которые избавились от этого, которые начали жить по-другому, кто-то уже начал жить в своем призвании, уже совершать действия, в общем, есть уже люди с резюмом, так сказать. С какими-то результатами уже. Это очень важно, потому что наша специфика работы, в отличие от психологов и всех остальных, коучей, тренеров, все остальное, заключается в том, чтобы дать результат человеку. Но здесь, с другой стороны, мы можем выбирать, с кем работать и с кем не работать. И это круто. Да, это круто, 100%. Окей, хорошо, благодарю, Кирилл, в принципе. А, ну и что дальше-то? Сколько денег у вас через год, там, месяц? Где вы находитесь? Ну, где я нахожусь, то есть, если честно, я вот еще до конца еще не знаю сам, вот, потому что я, как я вижу, мне надо будет поездить, то есть по миру, посмотреть, что где вообще, как, где мне, возможно, понравится, где откликнется. Ну, чем вы, собственно говоря, сейчас и занимаетесь, да? Ну, да, только по России, как бы, за границей я не был ни разу. Вот, планирую скоро и за границу, то есть, поехать. Вот, и, в принципе, мне не мешает заниматься любимым делом и путешествовать, то есть, у меня все это, как бы, ну, в резонансе получается и классно. Вот, но, то есть, зарабатывать хотелось бы, то есть... Так, не хотелось бы, а сколько конкретно, цифра? Ну, от 100 тысяч долларов в месяц, вот, потому что, то есть, эти деньги нужны, чтобы развиваться мне еще больше, еще больше. Вот, а в какую сторону, то есть, какие планы, там, ретритный центр, что вы хотите сделать? Я бы хотел, то есть, запустить вообще обучение целительству от людей, то есть, обучать именно, то есть, через как я это прошел, да? И, то есть, открывать, как бы, ретритный центр именно вот по методу, именно вот по тому методу, по которому я работаю сам. Отлично, хорошо. Но там, подождите, сейчас есть одна интересная фишка, озвучу ее через месяца 2-3, где-то примерно. В общем, интересная очень идея есть, в общем, мы это докрутим, сделаем. В общем, интересно, в общем, то, что ждет нас впереди. Классно. Сюрприз, чуть позже об этом расскажу. Мне всегда нравится, когда ты вот так вот говоришь, то есть, я уже понимаю, что, ну, что-то уже интересно. Супер, ребята. Хорошо. Ну, что, есть ли какие-то пожелания нашей прекрасной, самой замечательной аудитории? Ну, пожелания, то есть, просто жмите на кнопочку «Бесплатная консультация», вот, и все. И не думайте, и не сомневайтесь, и вообще даже, ну, просто отключите все мысли, какие бы они там сейчас ни возникали в голове при просмотре этого. Да, надо всегда, друзья, смотрите, дело в том, что никто тут ничего никого не заставляет, ни в коем случае. Есть факты, есть рабочие кейсы, все это работает, вот и все. Хотите? Да. Хотите? Нет. Пожалуйста. Ваш выбор. Все, хорошо. Благодарю, Кирилл, тогда за обратную связь. Значит, если кто хочет связаться с Кириллом, то обязательно ставьте там, оставим, как они называются, контакты, и, соответственно, можете связаться. Хорошо, тогда всего доброго, успехов вам, продвижения, всего самого наилучшего. Благодарю. Всего доброго. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok